Всем приветики, ребят! Сейчас уже полчетвертого утра и я буквально недавно закончила снимать для вас разговорный ролик, который уже, кстати, вышел на канале, поэтому если вы еще не смотрели, здесь оно будет, обязательно переходите и смотрите, потому что получилась пушечка-жедлишка, я даже от себя самой такого не ожидала. Свечки горели, тут книжечки лежали, там кружечка стояла, это все горело, я тут сидела и вышла очень красиво. Вот, мы сейчас покушаем, потому что очень сильно что-то хочется кушать, я уже, кстати, и смонтировала это видео, еще сделала, сейчас на канал осталось его загрузить и все, и готово. Поэтому я к вам сейчас не особо надолго, а так чисто, чтобы завтра продолжить, так сказать. И вообще, я буквально минут 30 назад очень сильно испугалась, потому что я зашла на канал свой, ну, решила посмотреть, обновить статистику, ну, что там по просмотрам, как вы там меня поддерживаете. И, в общем, смотрю, я такая, а канал не обновляется, а потом раз обновляю, я пишу, что нету видео, попробуйте загрузить видео на ваш канал, и какая-то обезьяна высветилась. Я говорю, Саша, обезьяна на канале, я думаю, канал удалили, я капец, как испугалась, я думала, что все. Ошибка 404, ошибка 404, я думала, все, канал снесли, хорошо, что все обошлось, и YouTube просто опять перезагружает свои сервисы, сервера. К нам сегодня приезжали родители и привезли наш любимый томатный сок, досточку, тут разные эти варенья, печенье к чаю, то, что будем, будем теперь хоть чем-то пить чай. Я достаю спагетти, потому что плита уже, ой, вода уже закипела. Вот, целая огромная домашняя утка, и нам нужно будет ее разморозить и готовить ее. И компот будем с лишним делать, да, так что, шпинат. Я люблю салат с шпинат, с яйцом и со сметаной, очень вкусно выходит, так что будем готовить. А сейчас мы, пока будем кушать, мы будем, что кушать? Будем кушать спагетти с сыром. Я, кстати, голову хотела помыть для того, чтобы ведется, я не помыла попшиколой, мукой. Ну, шампунем сухим, я попшикола, потому что было поздно, и мне уже просто накрашено было, и голову не помыла. Ну, в общем, все, мы готовим, будем кушать, и все. И, кстати, что-то так холодно сегодня, что, ну, особенно на кухне, я, капец, как-то замерзла, у меня начало горло пушить. Поэтому я достала лекарство, чтобы... Чтобы пшикать горло, буду сегодня лечить его. Вот, буду пшикаться, полоскать горло, потому что болеть сейчас вообще не самый лучший вариант. Будем мы сейчас кушать, быстренько покушаем. Я пока иду ставить камеру на зарядку, потому что, чтобы завтра для вас, точнее, сегодня уже снимать для вас целый день вложек. Так что иду ставить камеру, отдыхать, она у меня сегодня вообще хорошо поработала, хорошенькая. Вот, так что всем спокойной ночи, увидимся через секунду. Привет, ребят! Сегодня уже следующий день, как вы поняли. Последний раз я снимала тогда, когда я с вами проезжалась сегодня, точнее, вчера ночью. Вот, сейчас уже у нас 4 часа вечера, и я только-только привела себя в порядок, потому что все это время я занималась монтажом нового ролика про мотивацию, которая у меня вышла на канале, она будет здесь. Так, и еще сегодня я записалась на наращивание ресниц. И очень соскучилась по наращенным ресницам, потому что хочется просыпаться и не сильно много тратить времени на макияж. А с ресницами ты просыпаешься, просто нанес консилер, и все. И ты уже готова, и с макияжем, и красиво выглядишь. Так что 20-го часа я еду на реснички, в понедельник уже через 2 дня у меня ногти, потому что это просто беда, они у меня уже настолько сильно болят. Вчера к нам приезжали родители, я вам уже рассказывала. Мы сегодня очень вкусно позавтракали с томатным соком нашим любимым, потому что моя мама делает какой-то необычный томатный сок, и даже магазинные томатные соки не сравняются с тем, которые делает мама. Так что папа с мамой вчера приезжали, посидели, попили чай, они заценили квартиру, ему понравилось. И, друзья, пишите в комментариях, как у вас там проходит карантин, потому что уже у нас в Украине начали его ослабевать, уже и открылись и салоны красоты, и разные медицинские центры, и все кафе и рестораны работают на вынос, а если в кафе есть терраса, то терраса работает. Не хватает, конечно, торговых центров, не хватает метро, потому что на такси уходит невероятно много денег, все ждут открытия метро и торговых центров. Все, я погнала сушиться, чтобы поскорее вернуться к вам. И, девчонки, не забывайте про термозащиту для волос, потому что волосы нуждаются в очень-очень-очень хорошем уходе, и защите, так как подвергаются этим всем горячим температурам. Ну все, я выровняла волосы, нанесла на них масло, и, кстати, вот этот шампунь от CP1, мне он очень-очень нравится, настолько глубоко очищает волосы, что они после него такие мягкие. Очень приятно, я люблю, знаете, когда я трогаю волосы, они прям вот такие вот хорошенькие. И хочу ответить на ваш вопрос, вы все спрашиваете, не много ли платить за квартиру 33 тысячи в месяц? 33 тысячи рублей это 12 тысяч гривен. Что хочу сказать, поначалу мне казалось, что это невероятно огромная сумма, но потом я поняла, что за комфорт-то нужно платить. Она в этой квартире невероятно комфортно работает, хорошо живется. Она очень стильная, она светлая, просторная, как бы для однокомнатной квартиры она очень-очень огромная. Мы понимаем, что наша квартира это как бы наше место работы, а место для работы должно быть комфортным. Поэтому я могу сказать с уверенностью, что для нас это как мотивация просто работать в два раза больше, чтобы зарабатывать, и мы могли себе спокойно оплачивать нашу квартиру. Пока что все с этим хорошо, и тьфу-тьфу-тьфу, мы просто работаем, будем работать дальше, чтобы мы могли себе обеспечивать комфортную, комфортную жизнь. Сейчас, наверное, немножечко прервусь, потому что я уже полностью готова, и сейчас мы будем снимать ролик Саши на канал, а мы снимаем на мою камеру на основную. Вернусь к вам немножечко попозже, не скучайте. И сегодня еще, почему я к вам так поздно пришла, потому что все утро и весь день сегодня сверлили соседи со своим ремонтом, на самом деле уже начинать немного подзадалбывать. Как бы новый дом, тут ничего с этим не поделать, людям же нужно тоже обустраивать свои квартиры, поэтому пока живем. И еще я хочу сейчас сказать абсолютно каждому, кто смотрит это видео, что я вас очень сильно люблю, безмерно вам благодарна за вашу поддержку, за то, что вы остаетесь со мной, и помните, что дальше будет только больше, потому что сейчас это только начало больших успехов, как говорится, так что. Вот, кстати, посмотрите, что у меня происходит с ногтем, с ногтями. Боже, это так больно, смотрите. Жесть, я надеюсь, что он у меня еще протянется два дня, и я его наконец-то переделаю. Каждый день, ребята, вы у меня спрашиваете, какой тушью я пользуюсь, я уже ее показывала. Вот так она называется. Самая лучшая, самая бюджетная и стойкая тушь, поэтому рекомендую. Мы сейчас снимаем новую рубрику Саши на канал, и задание, которое он придумал, это просто жесть. Это просто ужас, я не знаю, что с ним происходит, и что у него в голове происходит, когда он на эти задания думает. Но видео... Тяни. Но видео получится вообще вот такое, так что можете посмотреть и вот тут. У нас стало что-то резко так холодно, я утеплилась, надела носки, тапочки, все, что можно, потому что очень-очень как-то холодно, сейчас будем пить чаек. Через пару часов у меня начинается мой любимый холостяк, осталась одна вроде бы серия, последняя сегодня будет известно имя победительницы, и я смотрю украинского холостяка и русского, и мне нравятся абсолютно оба. И если вы тоже смотрите, напишите, какой вы смотрите холостяк и за кого вы болеете, потому что в русском холостяке я болею за Барбару, а в украинском холостяке за Дашу. Ну, конечно же, Даша выиграет, и Барбара выиграет в русском, это уже очевидно, и просто как-то так они дают слишком много подсказок для того, чтобы уже можно заранее узнать было, кто победит в этом шоу. Еще нужно будет сегодня что-то приготовить, и я не знаю, ничего не хочется так делать, хочется сегодня полежать, чисто расслабиться, я еще хочу сегодня почитать, думала сделать какую-то тренировку, но это как-то вымоталось сегодня, потому что при съемке роликов ты тоже очень сильно устаешь, особенно морально, а когда морально устаешь, то, ну, уже ничего не хочется, поэтому только, наверное, приготовлю, что-то покушаю, и буду монтировать для вас влог, Саша будет монтировать видос с картами, которые мы сегодня засняли, и, наверное, лягу сегодня пораньше спать, не в 4 утра, как я легла вчера, потому что записывала и монтировала для вас ролик про мотивацию, сегодня намного-намного пораньше лягу, и, возможно, раньше встану, либо, наоборот, высплю, сейчас наперед смонтирую ролик, загружу его сразу на канал, поставлю на сложную публикацию, оно само откроется, само публикуется, я когда уже проснусь, и надеюсь увидеть вашу хорошую активность, так что давайте активничайте, проявляйте свой актив, пишите комментарии, я буду с вами общаться, потому что я отвечаю абсолютно на все комментарии, а за просмотром холостяка я не теряю времени зря, и для начала я заклеила палец ликопластырем, для того, чтобы мой ноготь окончательно не отвалился, потому что он уже вот так вот висит, и мне нужно продержаться еще полтора дня, надеюсь продержится. Я уже сделала наш любимый салат с луком и помидорами, и решила добавить в этот раз сыра, сейчас будем мариновать хужинные бедрышки, чтобы их выжарить, и с салатом поужинаем, а я дальше смотрю холостяка, уже посмотрела две части, и осталась одна, а я думаю, почему я уже так устала, я так хочу спать, потому что сегодня проснулись рано, так как встречали хозяина, и пришлось проснуться пораньше, учитывая то, что легли мы около пяти утра, потому что работали, работали, еще раз работали. Все, ребят, готово, салат, картошка, курица, будем добивать наш любимый томатный сок, и один из самых вкусных соусов за последнее время, это вот такой вот чили, еще манговый прикольный, потому что приятного аппетита. Последнее, что я обязана сделать перед сном, это смыть косметику, потому что у меня с этим есть на самом деле такой большой грешок, когда я сажусь за монтаж ролика, и когда я перед этим не смываю макияж, то сразу же после монтажа я засыпаю, и в итоге получается вся косметика остается на моей коже, и утром я просыпаюсь с высыпаниями, на подбородке, на обу, вот здесь, потому что здесь больше всего поры у меня забиваются, из-за того, что я просто не смываю косметику. И такие ситуации были не один раз и не два раза, довольно-таки часто, где-то стабильно два-три раза в неделю, поэтому я хочу сейчас это очень сильно менять. И сейчас вместе с вами с этого дня начнем ежедневно смывать косметику. Для меня давайте это будет как рубрика, что каждый вечер, в каждом влоге я буду смывать вместе с вами всю свою косметику с лица. Я беру ватные диски, мицеллярку, вот, и все хорошо, полностью очищаю свою кожу. И вы спрашивали, не стесняюсь ли я перед камерой быть не накрашенной. Я уже отвечала на этот вопрос, не стесняюсь, но когда я снимаю какие-то разговорные ролики, а я делаю это довольно-таки часто, ну, либо же тоже влог, да, и когда свет там падает не очень хорошо, получается где-то есть, ну, видны слишком проблемные зоны, и хочется, чтобы на камере выглядело более-менее все аккуратнее, все как-то поэстетичнее. Поэтому для камеры, когда я снимаю видео, я наношу косметику, но минимально, вы могли заметить, что никогда там не делала смоки-айс на камеру, либо еще что-то, потому что в этом нет необходимости, но минимально какой-то консилер, гель прозрачный для бровей, бальзам для губ у меня присутствует, так что не вижу в этом ничего плохого, ну, и тушь, конечно же. Когда бывает настроение, рисую стрелки, называю это стрелочное настроение. Осталось смыть тушь, в принципе, все. На днях я буду снимать разговорный, не разговорный, а ролик о моем уходе, поэтому обязательно вам все покажу и расскажу. После того, как мицеллярка, я смыла всю косметику, обязательно умываю лицо водой, чтобы смыть мицеллярную воду, так как ее нужно обязательно смывать. И следующий шаг, я протираю лицо тоником, у меня доктор Джарт, обо всех средствах, всех своих, я обязательно расскажу вам видео об уходе за кожей и волосами. Не забываем о шее, потому что это часть тела, которая стареет очень-очень быстро, поэтому за шею тоже нужен очень хороший уход. После тоника я намажу лицо кремом от Game Mish, я не знаю, как эта марка читается, мы постоянно с ней проблемы с экстрактом болгарской розы, так что сейчас буду увлажняться. И самый последний этап, это бальзам для губ от Laneige, у меня такой же, только в маленьком чубе, я это ночная маска, и когда я утром просыпаюсь, после этой маски у меня, ой, крем плохо растерл, ладно, после этой маски для губ, у меня кожа губ утром просто как новая, поэтому... Ну что, минимальный уход за кожей лица я сделала, главное смыла косметику, увлажнила, увлажнила губки, теперь иду монтировать влог, и буду спать, потому что очень-очень на самом деле устала, так что встретимся уже завтра, наверное, буду вам в каждом влоге говорить о том, что мы увидимся с вами завтра, потому что видимся мы теперь с вами каждый день, так как я снимаю теперь ролики ежедневно. Так что всем огромное спасибо за то, что были сегодня со мной, я вас очень сильно всех люблю, помните об этом, и никогда не забывайте. Всех целую, всем до завтра.